здравствуйте с начала сентября точнее с последней недели августа можно сказать так вот херсоном прошу извинить происходят события которые называют контрнаступление украинских сил генштаб вооруженных сил украины не особо распространяется в продвижении войск ну и логично учитывая необходимость в определенной мере хранить тайну российские паблики на начальном этапе тоже хранили гробовое молчание мол ничего вот так называемых укров не получается но вот последние несколько дней начинается интересное событие потому что часть пабликов она говорит о признает определенные прорывы линии фронта а с другой стороны есть такая косвенно если такое косвенно свидетельство как артиллерийские обстрелы авиаудары где обе стороны украинская сторона говорит что россия нанесла по определенным населенным пунктом российская сторона говорит о том что она атаковала украинские войска в определенных населенных пунктах и вот если сопоставлять название этих сел то получается что определенные подвижки есть но тем не менее несмотря на все это говорить о быстром марше там прорыве и движение колонн не приходится с другой стороны возможно это не и не задумывается почему частично ответ лежит в названии этого видео то есть киевский сценарий если помните под киевом ну и в принципе в одном из видео я это точнее в одном из видео в нескольких обзорах я это описывал тактика украинских сил была достаточно проста то есть сковать в том числе встречными боями наступающую орду раз заставить российские войска тратить боекомплект пытаться отбить часть населенных пунктов то есть точный контрудар наносит вооруженные силы украины соответственно российская федерация пытается вновь захватить эти села либо поселки так далее и при этом удары по линиям снабжения по тыловым зонам и для того чтобы понять в чем в чем сходство стоит просто посмотреть на карту и так давайте посмотрим от общей ситуации херсон но тут тут видите это три зоны по которым поговорим отдельно то есть где украинские войска возможно продвинулись возможно уже отступили еще раз говорить точно не приходится и красным это зоны поражения вот по крайней мере за последние дни складов центр принять решений логистических центров ну центр принять решение то есть это штаб это место сосредоточение войск и так далее в первую очередь штабы и так чем суть херсонского правобережья ключевое отличие от всех остальных территорий что связь с остальным миром то есть с территориями занятыми российской федерацией оккупированными происходит через три моста всего лишь то есть это мост по гребле Каховский ГЭС это железнодорожный и автомобильный Антоновский мост которые регулярно поражаются российские войска пытались рядом с Антоновским мостом поставить понтонную переправу и тоже успешно раздолбали в результате сейчас ездит что-то типа парома по которому тоже периодически прилетает как вы понимаете что разница пропускной способности моста и просто парома которые фактически одного понтона который буксиром перетягивается через реку но это как говорят в Одессе такие две большие разницы а в обычное время когда затишье на фронте это никоим образом не влияет на развитие событий но когда идет активизация то есть есть большое количество раненых когда есть большое большой расход боекомплекта линии снабжения логистика становится ключевой те же самые штабы то есть украины активно используют имеющиеся высокоточное оружие для того чтобы поражать как раз таки точечные цели то есть прилетает каждый вечер ну и каждую ночь причем достаточно регулярно и по некоторым объектам как например Каховская ГЭС Антоновский мост ну те же самые паромы в принципе достаточно методично вот как говорится как по расписанию российские войска пытаются естественно искать пусковые установки того же самого Хаймарса вот тут как правило находит деревянный макет из бревен созданный ну как бы там ни было калибром склад бревен поражается в сводке говорят что Хаймарса якобы уничтожили ну пока что при все и при всей развитости российской разведки с подтверждением у них туго с другой стороны что есть еще интересная особенность данного направления это примерно политет то есть Украина последний месяц активно поражал пыталась поразить и судя по всему не безуспешно на правом берегу средства средства ПО Российской Федерации и по состоянию на сегодня то есть работает авиация как одних так и другие при этом украинская авиация она уже заходит как говорится в зону оккупации то есть прилетательный фронт российская авиация как правило отрабатывает со своей территории не углубляясь в зону контроля Украины более чем на 5-10 километров ну снова таки есть определенные системы противовоздушно-паром но если раньше раньше у Российской Федерации было явное преимущество то сейчас как минимум прийти почему сходство с тем что происходило под Киевом давайте я вам покажу сразу же чтобы не откладывать долги ящик вот эту карту я оставлю и рядом уголочки покажу называемый полезский регион боевых действий вот смотрите пожалуйста то есть видите пораженные мосты и давайте вспомним что было на поле что было на поле и так если помните был выступ через Чернобыльскую зону заходили по большому счету у русских было две дороги по которым они могли ну так или иначе осуществлять поставки и контролировать регион при этом одна дорога шла через Иванков через Иванков через Чернобыльскую зону вторая соответственно через сам Чернобыль и вот под Иванковым действовали украинские диверсионные разведывательные группы и просто мобильные группы кроме того российские войска под Киевом пытались безуспешно перейти через Житомирскую трассу и углубиться дальше то есть были встречные бои ну и плюс под Макаровым отбив Макаров и Матышин украинские войска создали там два таких ударных кулака которые угрожали ну и соответственно были встречные бои в Арпене то есть помню в результате случилось так что продвижение невозможно под Киевом снабжение затруднено ну и российская армия сделала героическое говорится отступление наоборот то есть отступление назад то что потом в Кремле назвали жестом доброй войны теперь давайте смотрим еще раз по Херсонскому направлению линии снабжения первое самое самое легкое самое простое это мосты они поражаются штабы они поражаются но соответственно есть пока что определенное количество боекомплекта если определенной склады на правом берегу Днепра но во первых по ним тоже прилетает во вторых их расходы потому что бои идет высокой интенсивности ну и соответственно повышенная трата боекомплекта и насколько я понимаю украинские войска они намерены как раз таки создавать условия близкие к киевским ну это тоже логично потому что просто наступательные бои большим количеством живой силы и техники они приводят к большим потерям но Украина скажем так более чувствительно относится к жизням своих военнослужащих соответственно чрезвычайно большие потери но не так на данном этапе мягко говоря не потому что это дополнительно в том числе раскачка ситуации внутри ну и плюс это своя земля свои люди вот поэтому создается создаются условия для того чтобы российские войска просто оттуда либо вышли сами либо попытались сдаваться но тут тоже есть палка двух концах потому что когда ты разрушаешь мосты уходить им тоже мог как говорится нет ну это условно говорят а и плюс еще с российской стороны давайте вспомним идею со всеми этими референтумами с попытки россии выйти на какие-то прямые разговоры зеленским то есть соответственно для россии также потеря на данном этапе например херсона а я напомню что это единственный из областных центров которые в 22 году российской федерации удалось захватить но это существенно как бы сказать ослабит политические позиции кремля перед возможными консультациями осенними о заморозке конфликтов об эти консультациях буквально я думаю что во вторник будет отдельное видео то есть данное подобран осталось только взять и записать ну а теперь давайте поговорим отдельно о каждой из зон то есть давайте вот эту вот карту зонами я немножко уменьшу и поговорим по каждой зон что там происходит почему я утверждаю что украинские войска от по аналогии снова таки с киевом создали несколько вот таких вот зон либо напряжен напряженности либо зон откуда могут наноситься и так зона 1 это печально известная александровка бедный поселок скажем так находящийся на берегу днепровского залива и ограничены есть одна дамба над лиманом ну и соответственно есть побережье его контролировали вооруженные силы украины потом захватывали русские потом снова отбивали украинцы снова захватывали русские то есть несколько раз поселок приходил из рук руки судя по сообщениям от 2 и 3 сентября а именно обстрелы сама самой александровки на и нанесение авиационных ударов причем мы об этом говорили как с российской страны так и с украинской александра к сейчас как минимум в серой зоне как максимум находится под контролем украины то есть соответственно есть определенные подвижки но и дальше достаточно интересная вещь то есть по крайней мере часть российских каналов они говорили о прорыве украинских войск два дня назад захватят уминой балки которую кстати тоже обстрелили и попытки выхода на белозер но после этого судя по всему были контрудары украинские войска возможно отступили но как бы там ни было южное направление она остается чрезвычайно опасным для для русских потому что еще давайте посмотрим на карту видите скажем так не про множество озер дельты днепра и в случае выхода украинских войск на белозерку то есть все что остается на побережье оно получается отрезанным полностью от остальных российских хвостов да там немного но как бы там ни было судьба этих товарищей остается мягко говоря весьма независимая поэтому первое опасное направление куда русские вынуждены были перекидывать резервы наносить встречные удары ну как как бы там ни было отдавать вот она прощение показал как вот таким образом можно говорить о первой зоне который стоит на которую стоит обращать внимание еще раз верификация очень простая то есть те кто смотрит сводки с обоих сторон посидит на паблика смотрим просто даже по картам обстрелок то что даже даже в таком случае если не говорят о продвижении то есть ну как как минимум тут тут будет жарко и это одна из зон ну скажем так угрозы для херсонской группировки потому что достаточно просто выйти на непосредственно саму херсон потому что выйдя на белозерку и идя дальше учитывая рельеф местности по большому счету украинские войска дальше будто обезопасены от удара справа ну идем дальше зона номер 2 зона номер 2 это достаточно интересная вещь это давайте еще раз зоны все-таки покажу раз зона 2 вот так сделаем таким вот образом зона номер 2 зона номер 2 находится намного севернее это в районе плацдарма на реке ингулец которые украинские войска отбили несколько недель назад и так от андреевки был удар в сторону белогирки сухого ставка ставка причем не безуспешно потому что российские паблики говорят о контрударе вооруженных сил российской федерации в направлении костромки и направлении счастливого и брускинского то есть видите три села то есть как минимум получается что украинцы продвинулись ну на 10-15 километров причем сегодня утром те же самые российские паблики не ждут обновленные карты говоря о потере контроля над пернивкой благодатьевкой и снова полтавка и мало малой с сайдоминухой но это как как минимум то есть видите вот вот на этом вот выступе вверх вверх выступа получается средств но тоже достаточно интересная ситуация к чему это приведет пока что сказать говорится не могу но тоже идут встречные бои насколько и к чему не приведут пока что тоже сказать затруднительно давайте теперь снимаем эту карту и будем вешать третью зону третья зона она находится на севере то есть это направление с кривого рога вот там по большому счету пошло фонтальное продвижение судя по всему потому что да о занят населенных пунктах никто не говорит но еще раз украинские войска сообщают артиллерийских обстрелах на вознесенского миролюбовки любимерки петривки хрещеневки шевченки в ки берег кирки нововоскресенского то есть как минимум эти вот эти населенные пункты получается что они ну или под контролем украины либо зона боевых действий примерно то же самое говорят российские паблики том числе уточняют что по шевченковому хрещеневки были нанесены удары авиации и мат что были встречные бои в районе костырки это если видите на карте немного западнее то есть таким образом можно говорить о том что ну как минимум вот пожалуйста вся карта как минимум в трех местах украина продвинулась украинские войска но еще раз над в данном случае это не является фактор в данном случае это является достаточно большой вероятностью зоной активных боевых действий то есть могут быть продвижки продвижение как вперед так могут быть и отступление зависимости от интенсивности боев и от сил и средств которые используют россия но по состоянию на сегодня получается что российские войска смогли создать определенный такой мобильный резервный кулак который пытается залатать бреши но вопрос поставок вооружение вопрос поставить боекомплекта смены личного состава эвакуации раненых он остается более чем открытый более чем острым для российской федерации и если он не будет решен то есть тоже вспоминаем по киеву давайте еще раз покажу ситуацию скажем так ирсонскую карту и сейчас и ирпинскую давайте еще раз поставлю то есть если помните под киевом таком состоянии фронт стоял примерно месяц после чего российские войска вынуждены были как говорится немножечко убраться ну потому что дальше стоять смысла не имело это деморализация это потеря боеспособности войск это дезертерство и все остальное то есть по состоянию на сегодня мы имеем ну как на мой взгляд очень схожую картину исходя из этого выводы что быстрого наступления быстрых прорывов не будет но вот такая изматывающая тактика она будет продолжаться ну и еще одна вишенка на тортик это сообщение о специфике подготовки украинских военнослужащих великобритании то есть я напомню что на ротационной основе там находится примерно 10 тысяч украинских военнослужащих которые проходят базовую подготовку и последний месяц подготовка сводилась к ведению боевых действий и нейтрализации бронетехники в городских условиях то есть тоже достаточно интересный ну как бы сказать акцент был сделан но с точки зрения подготовки потому что даже 10 тысяч которые вернут должны вернуться в середине сентября это серьезный ударный кулак который может быть использован в том числе по тому профилю по которому они обучались то есть для нейтрализации российской бронетехники то есть для того чтобы ее сжигать в городах сами подумайте где ближайшие крупные города который проявляет интерес но есть еще раз повторяю что это не единственное направление второе направление по которому тоже возможны интересные события направления на мелитополь но и там как раз таки российская активность запорожская с попыткой создать ну то скорее все будут выступать о создании там зоны безопасности она весьма как бы сказать актуально для оккупационных войск потому что если в этом регионе будут стоять российские войска украинская сторона примет обязательства он говорят чтобы туда не прилетала не уничтожать эти войска то в таком случае до наступление по левому берегу днепра но будет под вопросом потому что тело флаг всегда будет смотреть достаточно крупных ну на этом вроде бы все видео понравилось лайкать и расшаривайте комментируйте подписывайтесь на мой канал поддержите под меня подпиской на патреоне данная подписка на это определенный бонус моим фолловерам и подписчикам какие бонусы как подписаться посмотрите пожалуйста краткий ролик поддержать развитие канала можно подпиской на патреоне что такое патреон платформа где вы выбираете один из вариантов поддержки за это получает часть уникальных постов доступны только моим подписчикам ну а также регулярную и аккуратную коммуникацию то есть на сообщение на патреоне я всегда отвечаю на вопросы также отвечаю и определенные темы которые вы считаете важными я могу взять в работу как подписаться на патреон но первый наиболее простой способ это от любым видео которые вы смотрите вот например последние нажимаете соответственно на нужную ссылочку второе если вы зашли через главную страничку моего канала тут есть кстати ссылка на телеграм на фейсбук и вот ссылочка на патреон то же самое нажимаете выбираете к вариант который поддержки который вам подходит подписывайтесь в конце месяца вам приходит запрос на оплату и вы смотрите если вы считаете что в этом месяце я поработал с вашей точки зрения нормально вы подтверждаете подписку говорится и поддержку оплаты если считаете что нет решили что этого делать не стоит спасибо подписывайтесь поддерживайтесь поддерживайте буду благодарен на 7 еще раз все радость и счастье традиционно не верьте ни одному моему слову предположение факты проверяйте предположение что тем более приходите к собственным выводом потому что человек который способен сам анализирует сам приходить к своим выводам он может соглашаться может не соглашаться но главная работа собственного мозга такой человек не подвержен манипуляциям это раз а второе вот как правило более успешен по жизни независимо от того чем он зарабатывает себя на жизнь руками головой там каким с каким способом посему я хочу чтобы моя аудитория стоял с людей не подверженных манипуляциям людей думающих и людей соответственно успешно посему успеха вам радость и счастье естественно мира и победы хороших людей над орками в случае с украиной это что последний оккупант ушел из украинской земли всего наиболее удачи